Во второй день второй Всероссийской научно-практической конференции «Аутизм. Мы вместе» участники окунулись в практический мир психолого-педагогических методик по обучению и сопровождению детей с расстройством аутистического спектра. Так, в стенах специального детского сада для детей с рас «Мы вместе» Казанского федерального университета прошли обучающие семинары, мастер-классы и панельные дискуссии, где педагоги и психологи представили различные методики по улучшению развития условий обучения и воспитания детей. В виде современных исследований и понимания аутизма мировое общество начинает признавать важность индивидуального подхода к людям с расстройствами аутистического спектра. Реализовать продвижение проблемы и по пути ее решения возможно лишь с помощью комплексной программы, в которой должны быть задействованы все ведомства. Это Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования и науки. На нашу конференцию зарегистрировалось 790 участников. Это Россия, такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, практически вся Республика Татарстан и, конечно же, Узбекистан и Казахстан, наши международные партнеры. Количество участников конференции в этом году достигло почти 800 человек, которые собрались для важной миссии. Создать наиболее комфортные условия для детей с нарушением нейропсихического развития. Специалисты детского сада разработали методическое пособие для педагогов, психологов и родителей детей с рас с подробными техниками корректного сопровождения и обучения. Методические пособия, которые разработаны педагогическим коллективом нашего детского сада и лабораторией комплексного сопровождения детей с рас Института психологии и образования. Нами были разработаны методические рекомендации, потому что в плане по реализации концепции Республики Татарстан по комплексному сопровождению детей с расы был такой пункт – разработать методические рекомендации. Эти рекомендации помогают специалистам, которые работают с родителями, имеющих детей с расстройством методического спектра, в консультационной помощи. То есть здесь для молодых специалистов придуманы чек-листы, как готовиться к консультациям, придуманы практические памятки, что нужно специалисту говорить и родителю, как это нужно говорить, какими эмоциями выходить к родителю, как успокаивать его, как взаимодействовать, чтобы выстроить правильную работу. Помимо презентации новых методик в формате мастер-классов участникам конференции рассказали об организации консультирования специалистами образовательных организаций семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Также спикеры поделились способами формирования социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста, болеющих аутизмом.